О женщине, о любви, это крик отчаяния, крик любви, моноопера Миколая Тривердеева, это тоже моноопера, посвященная женщине, это тоже опера о любви и тоже об одиночестве. Микол Леонович очень любил оперу Францисса Куленко и хотел довольно долго написать что-то подобное. Вообще он не только автор музыки кино, не только автор органной музыки, о чем в Калининграде хорошо знают, он автор четырех опер. И опера увлекался, как говорится, серьезно намного, и его три из четырех опер выставил Борис Александрович Мокровский. И вот он как-то долго собирался, но как-то не было повода написать всего на оперу о женщине, о любви, об одиночестве. Но так случилось, что это было в 83-м году, Микол Леонович оказался в больнице, навещая Робина Ивановича Рождественского в Буткинской, который страдал от того, что он должен был находиться в больнице, он просто в такой подъезде как-то вот заехал его проведать и утешить, что называется. И как-то слово за слово, вдруг у них возник разговор, Микол Леонович сказал, что он написал вот это что-нибудь для меня. И вдруг Роберт Иванович говорит, да, что-нибудь о женщине. И вот так начался какой-то такой вот довольно суммурный их диалог. Прилетать очень плохо, довольно быстро Роберт Иванович написал свою известную поэму «Ожидание», которая, собственно говоря, стала ее брендой монооперы «Ожидание». Это женщина, которая приходит на свидание, она ждет мужчину, он не приходит. Вот ее чувства, ее жизнь, ее переживания, ее тревога, ее ощущение собой себя, ее ощущение жизни, ее ощущение жизни и вообще женщины в жизни. И такой поэтический финал, который как бы не прерванная надежда, и вроде бы как бы не надежда, а чем-то может быть прерванная надежда. Вот это и есть моноопер «Ожидание». Но на самом деле это не просто моноопера женщины, или это не просто женщины, или это не просто ожидания, а в этом есть что-то присущее ожиданию человека вообще. Какого-то трансцентального ожидания, это есть в музыке. И, кстати говоря, когда вот Николай Леонидович показывал впервые Рождественскому то, что у него получилось, Роберт Иванович сказал, говорит, у тебя же другая женщина. У тебя женщина с большой буквы, подчеркнув эту разницу своего, ну, такого отчасти, ну, не то что видовой, но реальной картины, с тем, что получилось в результате у Николая Леонидовича в этой моноопере. Вот моноопер очень любит исполнять певицы, это моноопер будет слушать слушателей, которые приходят в концертный зал, она звучит часто, много, ее ставит, первая ее поставила Бариса Александровича Мокровский, она очень часто звучит в концертном исполнении, ее не в первый раз, и, собственно говоря, как и друг другу Рунекера исполняет Наталья Павлова, я ее очень рада, потому что мне очень нравится, как она исполняет битер-феван-опер, и как она вообще исполняет и интерпретирует музыку. Так я вновь приглашаю эту сцену Наталью Павловну, и, прошу прощения, еще должны мы сменить декорацию. У нас декорация здесь такая очень минималистическая, но все-таки она есть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА